Ну, сначала, когда мы его выбираем, мы выбираем вместе, ну, скажем, кто-то из нас предлагает, и потом мы решаем посмотреть. Значит, мы сначала должны просто почитать текст с листа вместе, посмотреть, нравится ли нам это, послушать запись, если она существует, потому что иногда это вообще не найти. И потом мы решаем да или нет. Как мы оборваем? Оборваем. И мы сухим. Чтобы играть вместе, мы должны все учить свою часть. Нет никакого измена. Если действительно надо учить это сочинение, то что происходит? Мы каждый учим свою часть, потому что невозможно заниматься вместе. Это неправильно, это грязь, это халтура, это значит, что ты выучил и что-то недоучил, потому что, когда ты играешь со вторым человеком, с партнером, естественно, какие-то вещи можно спрятать, или, наоборот, ты чего-то не слышишь и так далее. И потом, естественно, уже это исправить довольно трудно. Поэтому, конечно, первое, так сказать, задание, это выучить свой текст, свою партию, и потом мы начинаем работать вместе. Ну, идеально, это уже процесс работы довольно серьезный и длительный. Я надеюсь, что когда мы расскажем и покажем, как это происходит. Это здорово. Эта хорошая часть стilа Современная часть стиля Я запрещалbourную часть стиль Чёра, ты можешь мне... Аааа, я с Faiz. Следуй, ты можешь мне... ...ммммммм... Партнеры с фигулином... ...мммм... ...мммм... ...ммммм...